Всем здравствуйте! Говорим о коксоартрозе. Меня зовут Олег Хапаев. Я являюсь обладателем такой болезни. У меня третья степень на левой ноге. И сегодня продолжение темы ходьбы при коксоартрозе. И как мы разделяем нашу ходьбу на некоторые фазы тренировочные. И чтобы их продуктивно делать, я сейчас покажу последовательность, с чего именно я начинаю тренировку. Значит, у меня в руках вот такой шар. Это сплошная резина, прорезанная, рельефная, для того, чтобы работать на триггерные зоны, триггерные точки. И у меня здесь палка вот такая. Можно использовать скалку. У меня есть передача на эту тему. Значит, вот я пришел в зал. Никого нету. Рано утром. Значит, я начинаю проблемную зону вот здесь, в сгибателе тазоведерного сустава, с передней мышцей. Начинаю активно... Надо не забыть ключи выложить. А то ключи потом в ляшку воткнулся. И начинаю активно прожимать палкой. Достаточно жестко, достаточно болезненно. Ближе к суставу. Ногу я выпрямил для того, чтобы мышца была относительно расслаблена. Вот, выхватываем переднюю мышцу. Внутреннюю медиальную. Здесь по приводнящим прошлись. Вчерочайшую пассию бедра. Вот. И делаем немного для того, чтобы взбодрить ногу. И теперь... Вот этот шар я кладу под левую ягодицу. И немножечко прокатываю. Достаточно неприятно. Вот такой небольшой массаж для того, чтобы ввести в тонус наши мышцы. И сейчас я начну делать движения, отведение ноги. Ну, то есть имитация ходьбы. Уход, увод ноги в сторону, назад. Но при этом я буду использовать уже резину. Потому что моя мышечная масса достаточно большая, сильная. И для того, чтобы не только захватить мускулатуру, но еще и поработать на симметрию. Я сейчас покажу, как это делается. У меня видео уже было, где я делал это просто ногой. Напоминаю, что мы следим за тазом. И ногу не надо отводить далеко, чтобы таз не шел за ногой. То есть мы сохраняем таз вот в позиции вертикальной оси координат. Точно на пяточку резину я одеваю. И начинаю отведение ноги. Если вам тяжело, беритесь за опору и работайте глубоко. Тазом. Помните про то, что бедро у вас должно быть выдавлено вперед. Но в лучшем варианте делать упражнения без удержания. без опоры, то есть вы работаете еще на баланс, на стабилизацию. И если вы будете халтурить в этом движении, и будете как-то не контролировать тазобедерный сустав, и у вас будет желание отодвинуть максимально любым способом ногу назад, то вы не включите работу голеностопа и коленного сустава. Если вам тяжело на начальном этапе, делайте небольшую амплитуду, держитесь руками за что-либо. Но если вы почувствовали уже уверенность, уберите руки, и за счет вот этого дисбаланса, за счет напряжения, вы включите не только тазобедерный сустав, коленный сустав будет работать, подколенные сухожилия вы почувствуете, что будет напрягаться с задней стороны, и голеностоп будет работать. Поэтому на это обратите большое внимание. Не выполняйте движения формально, просто повторяя их. А задумайтесь, для чего это упражнение. Просчитайте биомеханику движения, начинайте с очень медленных движений, не торопясь. Сейчас я покажу дальше, как это делается в другую сторону. Я работаю больной ногой, вот левая нога. Сейчас я резину одел также на стопу, и работаю уже в противоположную сторону, движение делаю вперед. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот таким образом, не спеша, никуда не торопимся, чувствуем опять напряжение не только в тазобедерном суставе, но и в стопе, и в коленном суставе. Сейчас я покажу вам точно так же, как это делается в сторону отведения. И таким образом вы нарабатываете не только правильную биомеханику движения, но еще работаете на баланс и на стабилизацию. То есть те мышцы-стабилизаторы, которые не всегда у здорового человека работают. Они могут всю жизнь не включиться в работу, потому что такой необходимости не было. Мы усложняем задачу, мы даем более сложную задачу нашей мускулатуре, и она просыпается, потому что она спала и не знала, что есть такие нагрузки. Продолжение следует... Некоторые это упражнение делают, устанавливая резину на уровень коленного сустава или выше на бедро. То есть они как бы локализуют движение, они приближают биомеханику движения ближе к болезненному месту, ближе к суставу. Но я наоборот считаю, что нужно рычаг удлинить. То есть чем мы больше удлиняем рычаг действия, тем больше у нас суставов включается в работу. Дисбаланс идет еще больше, это сложнее для нас. И вот у кого начинают побаливать колени, это вот то, что доктор прописал. То есть вот при болезненном состоянии колена работать на такое приведение. Вот сейчас я делал приведение ноги к себе, да. То есть это я заставляю работать внутреннюю приводящую мышцу. То есть тут целый конгломерат этих мышц, поэтому они начинают работать на приведение ноги. И в это время коленный сустав стабилизируется. То есть чем лучше работают мышцы вокруг коленного сустава, а это все мышцы, начиная от икроножной снизу и кончая верхней частью мускулатуры. Чем мышцы жестче работают, чем они стабильнее, тем сустав меньше будет подвержен каким-то смещением влево, вправо, вверх, вниз. Сейчас я показываю следующее упражнение уже на отведение. Поехали. Вот я включил сейчас на отведение упражнение тоже на стопе. Тоже подключается коленный сустав, подключается ягодичная мышца, средняя ягодичная мышца, подключается внешняя вот эта широчайшая фастия бедра, крупные мышцы со внешней стороны. И все это нам дает сбалансированность. Как это упражнение делать? Сколько их упражнений делать? Выбирайте по своему состоянию. Я не знаю, кто на что способен и у кого какой фанатизм. Если резинка будет у вас достаточно такая эластичная, подвижная, вы можете это делать на первых порах, как разминка утром, хоть каждый день. Потом постепенно вам это немножко будет приедаться, у вас движение будет более стабильное, уверенное. Резинку вы можете взять пожестче и делать уже через день, через два дня. Ну а постепенно это упражнение будет уже адаптировано к вам и организм не будет воспринимать как стресс и как что-то такое интересное. Постепенно интерес к этому упражнению угаснет. Ну будете делать его тогда раз в неделю на фоне всех остальных упражнений. Все, спасибо за внимание, спасибо за ваши комментарии, спасибо за поддержку, спасибо за признание. Спасибо то, что вы делитесь там своими мыслями, своими советами и помогаете еще и финансово, что тоже немаловажно в нашем нелегком труде. Все, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok